Девушки отдыхают Посмотрим Я все еще помню кунг-фу Ну а я продолжу Хорошие новости мне сейчас не помешают Сегодня в выпуске Слушайте внимательно, ведь я повторю всего раз 10 Вышел киберпанк нового поколения За сколько часов можно пройти Atomic Heart? И как четвертый биошок накрыл кризис? Но сперва хорошие новости для тех, кто хочет играть на максимальных настройках графики С такими нагрузками легко справиться обновленный ноутбук ROG Strix Scar 17 Модель этого года Все благодаря новейшим процессорам Intel 12-го поколения И видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков Также стоит отметить наличие дисплейного мультиплексора Благодаря которому дополнительно повышается производительность ноутбука в играх И забудьте о проблемах с перегревом У нового ROG Strix Scar имеется продвинутая система охлаждения с термоинтерфейсом На основе жидкого металла от фирмы Thermal Grizzly А еще у этих ноутбуков совершенно космические экраны Частота обновления в разрешении 2К составляет 240 Гц Время отклика 3 миллисекунды То, что нужно для киберспорта Да и цветопередача отличная Ссылка на ноутбук уже ждет вас в описании Хотя бабуля из недавнего трейлера Atomic Heart и уверяет, что времени на все осталось ровно 30 секунд Новостей по этой игре подвалило столько, что я и за минуту не управлюсь Например, разработчики рассказали, что размеры мира будут явно скромнее, чем в Assassin's Creed Однако любители все дотошно исследовать в накладе не останутся Для ускорения процесса даже разрешат использовать автомобиль На прохождение придется потратить 20 часов И это самое, что ни на есть минимум Есть и плохости По ходу разработки многое из игры пришлось вырезать Но из этого вырезанного после релиза с большой долей вероятности склеят какой-нибудь DLC В одном из дополнений могут добавить и мультиплеер, но это не точно А вот что точно, так это полное отсутствие в игре микротранзакций и модных ныне NFT-токенов Разрабатывают Atomic Heart на движке Unreal Engine 4 И планов переходить на пятую версию у авторов нет Дескать, коней на переправе не меняют Иначе есть шанс плюхнуться в лужу технических проблем Вот глубина, по пояс CD-проекты вышли из новостной спячки и выкатили патч 1.5 для Киберпанка Список изменений в самом деле впечатляет Добавили даже апгрейд для новых консолей На них же, кстати, можно играть бесплатно, но только в течение пяти часов Что до собственных правок, то поляки переработали дерево навыков И прокачали алгоритм поведения пешеходов и машин на улицах Найт-Сити Добавили возможность менять внешность вид Делать ремонт в собственных апартаментах И покупать новые квартиры, причем сразу четыре штуки Обновили ассортимент у торговцев Разумеется, поправили кучу ошибок И провели работы по оптимизации Изменений действительно масса Неудивительно, что обновка потянула аж на 50 гигабайт Но CD Projekt'ы не были бы CD Projekt'ами, если бы попутно кое-что не сломали Сразу после появления патча и пока бояре и консольчики Стали регулярно жаловаться, что игра перестала запускаться Причем даже на мощных компьютерах Видимо, обновленный Cyberpunk оказался настолько прекрасен Что увидеть его суждено только избранным Переходим к инсайдам В сеть проскользнула информация о проблемах четвертого биошока Издатель игры, компания 2K Оказался недовольным и тем, какими темпами идет разработка И тем, что в итоге получается Орг-выводы последовали незамедлительно За последнее время команду покинули 40 сотрудников Включая ряд руководителей Кто-то ушел сам, кого-то попросили Несмотря на кадровые катаклизмы Игру вроде бы по-прежнему планируют выпустить до конца 2024 года Сиквел безумного Макса может вырваться на просторы пустоши Некая Венди Фокк рассказала в Твиттере Как ездила в офис к разработчикам первой части В студии Avalanche И, дескать, там ее лицо отсканировали со всех ракурсов Чтобы потом сделать модель одного из второстепенных персонажей игры Как сказала сама Венди Некоего повстанца Ну или повстанихи Студия по горячим следам комментировать эти откровения не стала Видимо, ее сотрудники оказались очень воспитанными И эмоции по поводу говорливой барышни решили не выплескивать А вот глава студии Лориан Свен Винки Сдерживать себя не стал Сказал, как отрезал Третий балл Дурсгейт в этом году из раннего доступа не выйдет И точка Мол, свет в конце туннеля уже виден Но раньше 2023-го добраться до него никак не успеем Надеюсь, это и в самом деле релизный свет, а не электричка Зато вот известный долгострой Dead Island 2 может выйти уже в конце этого года Такими откровениями поделился мастер инсайдов Том Хендерсон Тапочки слетели? Так еще две тапочки слетели Там одна Так две тапочки слетели А теперь хорошие новости для любителей стратегий Вышел Total War Warhammer 3 Да, цена в Стиме кусача, знаю Но ведь игру можно и не покупать Кто сказал торрент? Никаких торрентов Делюсь лайфхаком Берете подписку Game Pass для ПК и спокойно играете Третий Warhammer уже там, со дня релиза А стоит подписка в разы дешевле Плюс еще более сотни игр для ПК Плюс бесплатный доступ к библиотеке EA Play Плюс все новые эксклюзивы от Bethesda Включая тот же Starfield Будут появляться в Game Pass в день релиза Плюс, если решите купить игру из каталога Game Pass Получите скидку в 20% Словом, кругом одни плюсы Ну а сам Game Pass находится от вас в одном клике Клике по ссылке в описании О том, что Elden Ring будет крайне требовательной к скилу Стало понятно еще с анонсом А вот в плане железа Требования оказались куда скромнее Выяснилось, что для игры на минималках Потребуется видеокарта GeForce 1060 А рекомендуемая модель GeForce 1070 Очень, я бы сказал, гуманный подход в современных условиях Слава тебе, создатель! Издание Коммерсант сообщило, что в недрах российского правительства Зреет проект фонда поддержки отечественных разработчиков Поддержка, ясное дело, достанется не всем А только создателям правильных патриотических игр Разумеется, появляется вопрос Где взять деньги? На него тоже зреет ответ Обложить 5-процентным налогом Такие цифровые магазины, как Steam или PlayStation Store Однако, Министерство цифрового развития Спешно опровергло эту информацию И заявило, что никаких новых налогов вводить не планируется Потому что наши налоги идут во благо Завтра заеду за деньгами Проблема с дефицитом новых видеокарт Породила новые методы борьбы с этим самым дефицитом Порой весьма циничные Рекордсменом тут стала американская торговая сеть Best Buy Она запустила программу под названием Total Tech Стоимость участия в которой составляет 200 долларов в год И вот как раз те, кто не пожалеет искомую сумму Получат первоочередное право на покупку дефицитного железа Остается надеяться, что российские компании не станут перенимать это ноу-хау А то платить за право переплатить за видеокарту Это уже как-то перебор Нет, ну это уже наглость Ну и под конец немного дичи Совершенно безумный матч случился в Age of Empires 2 Двое игроков-стримеров не могли выявить сильнейшего на протяжении 98 часов и 15 минут Само собой с перерывами на сон И вы не поверите, как в итоге одному из них удалось одержать победу Секрет успеха на самом деле оказался крайне прост У соперника отвалился интернет Ну вот и все на сегодня Предлагаю отпраздновать скорый приход весны лайками и дружным ударом в колокол Заглядывайте в нашу группу ВКонтакте Не забывайте кататься на телеге Она у нас резвая Ну а я увижусь с вами через неделю До встречи, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»